В команде готова команда к импульсамерам? Значит, действительно это последний контрольный старт перед Олимпийскими играми для части команды. Значит, другая часть команды, американская, в субботу-воскресенье выступала в Южной Калифорнии. Результаты вы все знаете. Значит, Гречин находится в Швейцарии. Я в курсе его тренировочных серий. И Рылов завтра прилетает из ЦАХ-Одзора, потому что он использует несколько иной модель подготовки за 20 дней. До основного старта он сходит со среднегорной подготовки. Атмосфера абсолютно нормальная. Готовимся профессионально выполнить свою работу на Олимпийских играх. Что можете сказать о недавнем решении по Юлии Ефимовой? Значит, ну вот, давайте начнем с истории. Если в период отборочных соревнований на чемпионате России Юлия находилась под наказанием, временное отстранение, если Федерация принимает решение о изменении регламента с целью допуска Ефимовой до Олимпийских игр, значит, еще в апреле месяце мы верили в том, что эта ситуация развернется благополучно. Значит, это первое. Второе. Значит, последнее решение Фина по Юлии Ефимовой было полностью ожидаемо. Почему? Потому что тот, кто внимательно читал доклад ВАДа от 30 июня или 1 июля, там все было четко прописано, были введены пороговые значения, и Фина выполнила указания ВАДа, сняв с нее все обвинения. Значит, норма в один микрограмм осталась. Если кто-то из журналистов еще не владеет, то один или два нанограмма – это там в тысячу раз меньше пороговой нормы. Поэтому команда восприняла это нормально. Мы рады. Больше мы обрадовались тому, что Юлия Андреевна Ефимова с моей точки зрения показала приличные результаты, которые говорят о том, я сразу высказывался, что в начале мая, когда она приступила к последнему заключительному циклу этого времени, вполне достаточно для того, чтобы войти в состояние формы и побороться на Олимпийских играх за медаль. Поэтому все довольны, особенно довольны участникам женской комбинированной эстафеты. Потому что у нас ближайшая спортсменка проигрывает Ефимова около трех секунд.